ладно я еще комментирую какие-то небольшие моменты в туре чтобы вещи ну показать немножко по другим уклоном числа 20 глава пришли сына сына израилевых пустыню пустыню шин синий шин первый месяц и остановился рот в кадесе и умерла там мирьяна погребена было и не было воды для общества израилева можем представить что за проблема воды нет можете представить что нам нужно ну в израиле советую два литра воды в день пить правильно ладно пьем мы один литр ладно выпьем 700 грамм но меньше этого мы не можем пить иначе просто высыхаем а есть скот огромная стада и масса людей можете представить бог решил проблему с едой манна падала но проблему с водой должен был решать вождь традиция рассказывает традиции рассказывает что у мирьям сестры муж и было мишиха помазание и когда ходили со стана на стан то именно она направляла и вела пойдемте в эту сторону хотя другое место показывает что столб огненный двигался куда надо было идти и здесь как бы у нас есть вопрос между чем и как выбрать но факт каким-то образом смерть мирьям и недостаток воды стоят рядом и умерла мирьям и не было воды поэтому как бы она показывает здесь вот разворачивается драма из-за которой муше теряет свою возможность войти в обитованную землю он в гневе бьет по скале дважды вместо того чтобы просто говорить скале сложный момент кто из нас как бы поступил кто его знает я бы точно бы бил бы понять его но моисей был кроткий человек кратчайший здесь среди нас таких кратчайших наверно нет а не ну вот есть один человек кратчайших рот наверно и он убил бы по скале если бы его достали так как наши люди могут доставать и и и написано бил по скале и господь сказал за это ты не войдешь в египет просто место одно право в землю обитованную прошу прощения дальше двигаемся 22 глава народ продолжает двигаться в направлении земле обитованной и они приходят на остановились на равнинах мова кто знает где муам находится правильная да не то есть с той стороны и вот они уже смотрят на землю обитованную и балак или на иврите балак балак сын сифоров зная что израиль уничтожает на своем пути тех кто противится ему решает использовать неконвенциональное оружие он понимает что в прямой битве здесь тяжело справиться их много их много израильтян много есть только 600 тысяч мужчин это по сегодняшним дням только какая-нибудь армия народной демократической республики китай могла протеста стоять против до 600 тысяч достаточно умелых к этому моменту бойцов они ну смотрите уже проходит много лет проходит уже много лет это уже меняется то есть уже все подходит к моменту когда они уже новые стоят там и они уже научились многому 600 тысяч это круто очень мощная армия и он понимает что балак что он сам не справится есть слухи с ними бог мы наймем кого-то кто будет противостоять и кого он призывает билам 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 билбель ам либо бель ам запутал народ не знаю так или иначе не так важно вала ам билам и этот особенный человек опять таки традиция еврейской говорит что посреди народов билам был как муж и посреди израиля и здесь писание начинает давать ему очень такую качественную характеристику в начале не колдун написано про него человек с открытым сердцем слышащий слова божие круто я думаю любой из нас но вот есть такое выражение что колдун пророк стал колдуном что его сломала money 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 деньги его сломали и написано пришли князья важные предложили ему денег пришли вторые важные больше предложить не денег и тогда он делает из себя такого ближневосточного купца и говорит о если бы вы мне даже целый дом навалили бы золотом или серебром чем там написано то я бы не пошел то есть он устанавливает цену и значит если кто-то даст чуть чуть больше это то же самое как в свое время сыны этого в херроне торговались что мне и тебе эти деньги тоже ерунда 400 стиклей 50 лет работы работника слышали я говорил это то есть также и здесь и он устанавливает цену и он просто продает свою способность очень духовную непонятно каким образом задействованную это говорит нам о том что господь открывался в древнем мире не только израилю но законы тура данные израилю могли сохранить человека хоть в каких-то рамках допустим царю было сказано не заводи себе того 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 чтобы стоять соломон завел чего-то лишнего у него начались проблемы те кто старался по крайней мере соблюсти что то рай ему посказала делать могли это для нас урок как мы можем стоять более-менее в балансе понятно непрерывно уповая на милость господа но более-менее тебе говорит слово так поступай может предоставить не понимаешь такое выражение мы выучили из исхода 24 сделаем и послушаем вначале сделаем потом поймем оно тебе будет давать определенный баланс определенную стабильность и здесь вот мы видим как биль ама деньги то есть срывают с определенной стабильности и он начинает полностью улетать в сторону и несмотря на это господь не позволяет ему произнести проклятие на израиль помните я вам рассказывал историю ноя сима хама и афета кого но и проклинает хана почему он не проклинает хама того кого бог благословил человек не может проклясть и вот этот беля как он не пытается он не может открыть рот в пророк в волхво в проклятие бакийца и вместо проклятие по сути провозглашает мощные благословения для такой степени мощные что если вы откроете любой или ортодоксальный или мессианский седу то часть этих кавычках проклятий являются частью молитв сегодняшних о я вам прочитаю это старая старая молитва и не видно бедствия в иакове незаметно несчастье в израиле трубный господь бог его с ними трубный царский звук у него бог вывел его из египта быстрота и так далее нет волшебства в израиле народ лишь в свое время скажут об якове в израиле вот что творит бог вот народ как львица встает эти слова записаны в молитве сегодня те которые сказал колдун которому бог не дал сказать что-то другое или сейчас секунду где здесь про звезду помогите мне до восстает кто исчислит песок якова число 4 число четвертой части израиля да умрет душа моя смертью правильника это будет кончина моя то есть секунду до восходит звезда от якова жест от израиля некоторые считают что вот это пророчество валаама запомнили в тех местах и она потом пошло туда на восток и когда приходят волхвы поклониться рождению машина сына божьего ешуа написано звезда восходит звезда от якова и есть мнение что эти волхвы они вышли из пределов земли заратустры вот вот там где это вот заратустры и вот это вот пророчество там было что должен родиться у иудеев царь и это случится когда звезда восстанет вот и они водимые вот этим пророчеством пришли поклоняться в свое время помнить эту евангельскую историю пришли волхвы поклониться рожденному царю иудейскому короче говоря ничего не получилось у валаама сделать оккультного но он дает совет он говорит по всей видимости сила израиля в том что они соблюдают туру заповедь своего бога и вы должны сломать и и находят самый как бы эффективный метод женское обольщение но еще никогда не сдавала сбою и написано и жил изра 25 глава израиль в сети и начал народ блудодействовать с дочерями моава если мы почитаем дальше то здесь не сказал господь 4 стих моисею возьми всех начальников народа и повесил господу пред солнцем и толкование на этот стих примерно такое не с низших людей начался блуд а это началось людей высокого то есть князей израиля тех которые были сильны и они стали соблазняться дочерями моава тоже не просто дочерями моава они были приглашаемы на застолье и цари просто предлагали князьям своих дочерей то есть это были принцессы но цель здесь была чтобы во-первых внести разброд в руководство общества дав им способность согрешить прелюбодеяния помните 1 заповедь не прелюбодействует вторая вещь все эти шашни происходили в системе оргий оргий которые служили частью поклонения тем демонам или тем божествам среди которых жил моав таким образом израильтяне сразу нарушали две основные заповеди не прелюбодействует и не сотвори себе кумира не поклонись идолу то есть часть вот этого блуда это было поклонение или связь с этими жрицами и этот культ этих культы с разными именами они существовали во всем древнем мире свое время в еписи помните я у я уже говорил эту тему немножко артемида эфесской частью это или аса шторы другой астарта то есть есть много разных то есть вот здесь приходит происходит примерно такая же комбина сразу в двух местах народ как подкосила как косую и господь сам начинает судить свой народ я хотел просто в быстренько прокомментировать вот это место двигаемся дальше двадцать девятая глава книги чисел 29 глава книги чисел и здесь и здесь 29 глава книги чисел здесь идет очень подробное описание праздника суккот как он по-русски пусть чем заповедь кущей живите в шалаши в шалашах это одна из заповедей а еще одна заповедь приносите жертвы вы можете у себя пометить это вещь которую я спрошу она записана с 13 стиха и приносите всесожжение жертву приятное благоухание господу 13 тельцов и дальше идет перечисления 17 главе 12 тельцов и далее жертвы в третий день 20 глава 11 тельцов то есть здесь во время во время праздника кущей господь повелевает израилю в течение определенного количества дней начать приносить жертвы 13 12 11 10 9 и 8 кто быстро может просчитать сколько здесь ну прочитайте ну прочитайте более точно 71 71 в чем смысл 70 плюс 1 я уже говорил на эту тему в жизни израиля было не только момент живите для себя но ходатайствуйте за другие народы 70 жертв народа мира и одна за себя как вы запомните это место я потом его спрошу помните вам приводил пример храма соломона где было 70 10 семисвечников то есть тоже как вы вечная лампада которая воскуряется перед господом такие вот места чтобы вы могли их помнить еще одно место писание мы заходим во второзаконие которую я хотел прокомментировать увидите здесь интересную штуку текста самого начала с азалмаше весь израиль сказал им слушай израиль постановление законы которые из реку сегодня в уста в уши ваши и вы учите их и старайтесь исполнять их слушайте внимательно господь бог наш поставил с нами завет на хариве не с отцами в нашими поставил господь завет сей но с нами которые здесь сегодня все живы лицом к лицу говорил господь с вами на горе и среды огня это пятая глава автора законе я первые три стих 4 стиха прочитал что здесь нелогического смотрите это интересная штука муж и разговаривает с кем кто эти люди те которые вышли из египта это совершенно новое поколение все те умерли муж и говорит вами господь поставил завет они тогда еще не родились с вами разговаривал господь из пламени огня с вами разговаривал господь из пламени огня они еще не родились как можно понять этот текст такое понятие существует новом завете его очень классно послание евреям распитывает и написано что авраам поклонился мелхиседеку а левий который еще был то есть еще его в помине не было в чеслах отца поклонился тоже мелхиседеку помните это выражение вот этот стих этот стих меня провоцирует на некоторое понимание это значит что дети израиля неважно в каком поколении не рождаются тот голос который говорил к нашим про отцам там может проговаривать к нам и мы знаем что народы мешаются и никто толком не знает где кто какая кровь у кого течет то есть только вот я чистый еврей это все как бы хорошо но мы не знаем и те которые могут называть себя ярыми ярыми антисемитами но вдруг и глаза открываются к вере в творца к вам говорил господь она может быть и срабатывает я сейчас не говорю что все верующие они кровные потомки авраама но идея интересная просто подумайте о ней теперь ешуа приходит и перед ним идет человек по имени как его зовут иоанн иоанн говорит идущий за мной сильнее меня и ведь я вас крещу в воде а идущий за мной будет крестить вас чем и огнем мы чаще всего слова огонь переводим в какие-то трудные обстоятельства жизни а может быть это тоже самое пробуждение про которое говорится здесь с вами говорил бог из пламени огня улавливаете мою мысль ешуа как бы снимает пелену давая нам найти себя там в чреслах наших пра-пра-пра-отцов стоявших у горы синай чтобы мы были его народом чтобы мы навсегда были его народом просто подумайте об этом это не есть какое-то утверждение это мысль идея не знаю цепляет она меня я просто рассказал ее вам давайте занял им 5-7 минут а а а а а а